Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики моего канала. Перед началом ролика, опять же, прошу вас вступить в нашу группу ВКонтакте. А то, что так, на Ютубе почти 19 тысяч людей, а в ВК только тысяча. Да и мне легче делать опросы и предупреждать вас о новых роликах и стримах. Так что, пожалуйста, не поленитесь и перейдите по ссылке в описании и вступите в нашу группу. А теперь к теме видео. Я уверен, вы задавались таким вот вопросом. Куда пропали шары истины у Наруто? Почему он не входил в этот режим в 10 и 11 фильмах? Куда делась его эта сила? Неужели он ослаб? На все эти вопросы я попытаюсь вам дать информативный ответ. Ну и что ж, давайте приступим. Начнем, пожалуй, с того, что нет никакой инфы ни от автора, ни от манги, что они у него исчезли. Я знаю, что некоторые скажут, мол, Хагорома когда забирал печати и силу их забрал. Но, вспомните, после того, как Рикуда забрал у них печати и исчез, была битва Наруто и Саски. И вот при этой битве у Наруто были все те же силы и они никуда не пропали. Так что может быть причиной того, что он не использовал их после битвы? Во-первых, не было необходимости, ибо Наруто и Саски уже полубоги ниндзя, и нет таких врагов, на которых им пришлось бы использовать всю силу. Только вот Мамашики и Тоннели это другое дело. 10 и 11 фильм оба являются канонами, и в этих фильмах события происходят после мировой войны Шиноби. Но тут Наруто без сильнейшего режима удается дрался и с Тоннели и с Мамашики. Так почему же? Давайте для начала разберемся, что такое Шары Истины. Да и вообще эти режимы Мудреца Наруто. Они пробуждаются с помощью чакры. Как вы могли заметить, как только чакра Наруто увеличивалась с помощью Курамы, он все сильнее и сильнее форму пробуждал Мудреца. А что было в 10 и 11 фильмах? Правильно, в обеих случаях у него была высосана чакра. И у него просто тупо сил не хватило для этого. Против Мамашики тут даже еще один вариант есть. Они никто не использовал против него чакру, потому что тот все засасывал. А то, что у него пропала сила, это брехня. Если вы вспомните, Мудрец Шести Путей сказал, что теперь все хвостатые могут встретиться внутри Наруто в любое время. Что он теперь будет что-то типа моста для них. И это действует и с той стороны, что Наруто может использовать их чакру. Попросить у них чакру, если это понадобится. В нем должна быть часть всех хвостатых. Плюс, еще возможно, аниматоры не хотели нам спойлерить эти силы. Ибо, когда выходил 10 фильм Наруто, аниме еще не дошло до того момента, когда Наруто приобрел половину силы Мудреца. Так что тут всякое возможно. Но, повторюсь, не в манге, не в аниме, не в датабуках или же интервью с Кишимотой. Нигде не было сказано, что у него пропала сила. Или что-то типа того. Еще есть такая теория, что Наруто просто израсходовал эти шары. Но, они состоят из чакры, и Наруто может их с легкостью восстановить. Он и создал-то их из чакры из ниоткуда. Думаю, на этом все. Надеюсь, я смог хоть как-то прояснить вам эту ситуацию. А вы тоже поддержите меня, подпишитесь на канал и ставьте лайки. И попытайтесь максимально распространить это видео. Также не забывайте вступать в нашу группу. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok